Муза Рукоделия Пайпер Ever After High Ссылочку на распаковку и обзор этой куклы вы можете найти в описании под этим видео И вот моя кукла-основа В предварительном видео мы уже успели удалить ей макияж и волосы Куколка полностью готова к перевоплощению Сегодня будем заниматься прической Для этого я буду использовать вот такие синие короткие трессы Длиной 5 см У нашей героини короткая прическа Поэтому я думаю, что нам будет достаточно такой длины И начнем мы с изготовления основы для парика Так называемой шапочки Я ее буду шить Для этого буду использовать вот такое кружево в сеточку Сразу надеваю на палец две вот такие маленькие резиночки И натягиваю кружево на голову куклы Желательно, чтобы сеточка была посерединке Затягиваем края кружева под резинку Теперь понадобится резинка Сегодня я возьму вот такую декоративную резиночку Из нее я шила пояс для Хлои Буржуа Раньше я использовала вот такую резиночку В принципе, без разницы, какую брать Ну, я сегодня возьму вот эту Нужно взять и обтянуть голову куклы Вот так С небольшим натяжением И срезать лишнее С помощью иголки с ниткой Зашиваем резинку в кольцо Надеваем резиночку на голову куклы Прощупываем ушки Вот одно ухо Вот второе Резинка должна быть выше Хорошо ее расправляем на лбу Понизу Берем иголку с ниткой и начинаем пришивать Я полностью прошила обметочным швом верхнюю часть Теперь пришиваем понизу Обычной прямой строчкой Тресы к шапочке я буду пришивать черными нитками Можно взять синие в тон волос Но так как кайма черная, можно и черные ниточки использовать Сначала нужно зафиксировать нашу шапочку на голове куклы С помощью вот таких булавочек Начинать пришивать волосы можно с любого места Я начну с места пробора Для начала нужно выровнять край Срезаем вот это лишнее Теперь я беру иголочку Нитка в один слой Сначала захожу С места пробора Два раза Прикладываю И начинаю пришивать Пришиваем по самому краю Обметочным швом Я уже прошила один круг Вот так смотрятся волосы Резиночку не видно Теперь продолжаем Нужно закрыть стык Вот этот Делаем несколько последних стежков И поднимаемся на один ряд выше Вот так Чуть выше идем Закрываем по нашу кайму Вот так продолжаем обшивать На втором и последующих рядах Можно использовать уже прямую строчку Идем прям по кайме Обычно как мы с вами шьем И вот я опять на месте стыка Это значит, что начался третий ряд Здесь мы можем брать уже чуть дальше Пропуская небольшие просветы белого цвета Очень важно во время пришивания Следить за направлением волос на трессе Обратите внимание, что сначала волосы идут в одном направлении Как бы с подворотом к лицу А после они идут в обратном направлении Естественно, этот обратный ход меня не устраивает Поэтому я беру ножницы В этом месте разрезаю тресс До конца прошиваю волосы в этом направлении После этого переворачиваю тресс на другую сторону И пришиваю его уже дальше В том же направлении Постепенно образовывается макушка Кстати, если у вас широкое ушко на иголке То можно воспользоваться обычным наперском И с помощью него проталкивать иголочку Еще немножечко я прошью Нужно оставить небольшой кружочек Отрезанный кусочек Зашиваем в трубочку Теперь нужно освободить паричок от булавок И снять его с головы куклы Вставляем нашу трубочку В серединку И пришиваем Здесь уже это лучше делать двойной ниткой Чтобы ничего не порвалось Соединяем вот эти края Пришили Вывели иголку на другую сторону И здесь уже фиксируем узелком Отрезаем ниточку И вот так на данном этапе Выглядит наш паричок Естественно, его нужно укладывать Я надела парик на куклу Отдаленно он мне напоминает радость Из головоломки Тоже у нее был такой пучок Но у нас, конечно же, прическа очень объемная Прям настоящая бобета Теперь нам нужно поставить чайник Потому что будем пользоваться кипятком Поливаю на голову куклу Вот так сейчас выглядит прическа Для того, чтобы не торчали верхние прядки Я усаживаю куклу И обычной марлей Обтягиваю голову Снизу фиксирую Вот таким утенком Заготовка для заколок Беру фен И сейчас хорошенечко прогрею макушку Снимаем заколку, марлю И теперь будем делать саму укладку Я беру вот такую расческу С частыми зубьями Расчешу челочку Деревянной шпажкой Определяем место пробора Сразу закалываем локоны С помощью вот такой заколочки Теперь будем работать вот с этой частью Укладываем куклу на бок Отделяем заднюю часть волос И так же закалываем Аккуратненько поднимаем верхний слой Для того, чтобы оформить виски Вот эти Я беру мусс для укладки Пенку Совсем немножечко Нужно оформить височную часть Беру ножницы И нужно срезать треугольничком Возле уха Не знаю, насколько это сейчас видно То, что я делаю Срезаем виски Сейчас нужно срезать Заднюю длину Тут главное не переборщить Заднюю длину Заднюю длину Продолжение следует... Боковые стороны я буду укладывать с помощью вот такого клея момент кристалл прозрачный. Наносим немного на бумагу, поднимаем прядки, ищем наш треугольничек на висках. Наносим клей обильно и прикладываем. Приклеиваем вторую часть челочки. Лишний клей можно убрать с помощью жидкости для снятия лака и ватной палочки. Берем и убираем на лед. Вот такая получилась прическа. Я старалась, чтобы она была более-менее женственной, а не молодежной. Сейчас я сделаю цветочек, который мама Маринет носит в волосах. Для этого я буду использовать розовый фоамиран. И сейчас на нем я нарисую сам цветок. Музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Для этого я специально купила новые профессиональные карандаши, заодно попробуем как они рисуют. А на сегодня я буду с вами прощаться, с вами была Муза Рукоделия, до новых встреч, всем пока!